Слили топливо, помяли кузов, украли деньги и документы из салона. Большая часть заявлений, поступившая на прошлой неделе в дежурную часть от Саровчан, так или иначе была связана с личным автотранспортом. Владелец иномарки забыл поставить машину на сигнализацию, в результате чего у мужчины пропал бумажник с документами, деньгами и банковскими картами. Которые чуть позже обнаружил сосед на детской игровой площадке. Не было только денежных средств. Документы все были на месте наличия. Перелом правой ключицы и ребер. Такой диагноз поставили врачи-велосипедисту, пострадавшему в ДТП на улице Раменской. После осмотра медиками мужчину госпитализировали, а сотрудники ГИБДД стали разбираться в обстоятельствах аварии. Воспедист ехал по тротуару и пересекал выезд со двора. Воспедист ехал параллельно проезжей части по тротуару. А водитель на Хонды выезжал со двора дома номер 3. По результатам пятничной операции нетрезвый водитель, было выявлено два пьяных автомобилиста. Один из нарушителей решил не реагировать на требования об остановке и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Было организовано его преследование. Он не справился с управлением, совершил ДТП с двумя автомашинами. Потом попытался с места ДТП скрыться. Опять же, было уже в пешем порядке организовано его преследование. И он был задержан. Полицейские провели проверку по факту выложенного в интернет видео, где девушки-подростки избивают мальчика. После того, как в дело вмешались стражи порядка, потерпевший написал заявление. Возбуждено уголовное дело по статье 117 «Истязание». Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.